привет ребят я очень рад вас видеть я так по вам соскучился наконец-то появилось время сейчас снять видео пообщаться знаете столько дел у меня что вот на самом деле нету даже свободной минутки я сейчас нахожусь у меня такой знаете период то есть со мной все нормально я никуда не пропал у меня сейчас просто я говорю я настолько занят и очень увлечен сейчас у меня такой знаете я для себя характеризовал интеллектуальный период то есть интеллектуальный вайб я сейчас очень много слушаю лекций разных по истории по искусству читаю много профессиональной литературы книги да то есть вот прям вот вы знаете вот ежедневно вот занят и все время у меня такое вот идет получение освоение новой информации и повышение своих профессиональных знаний до самосовершенствованием в общем занимаюсь самообразование повышаю свои вот знания в разных областях поэтому вот этим я сейчас на данный момент прям очень занят очень увлечен и я на самом деле настолько рад этому в том плане что не то что рад и вообще такой человек который все время поставить ну регулярно до занимается самообразованием то есть я такой как бы что все время знаете как-то вот стараюсь что-то новое осваивать не всегда что-то интересное так далее короче и а с другой стороны какой то я сейчас кстати поставил кофе хочу сварить очень хороший кофе я первый раз такой купил и прямо знаете обалденный какой-то вкус видимо там какой-то сорт что ли он другой который не тот который я обычно допью но прям вот вкус прям очень хороший так я плиту включил плиту сейчас включу меня он сейчас быстро закипит и заодно поболтаем с вами так все включил сейчас он быстро закипит у меня ну так вот поэтому с другой стороны вы знаете какое-то было такое состояние я не знаю может быть это связано с погодой что зима вот эта температура я очень люблю когда все-таки больше когда зима это прям вот именно зима и холод когда вот прям холодно на улице вот такую вот температуру то чуть-чуть холодно там на эти минус 3 минус 4 или там 0 градусов я вот зимой не очень люблю и поэтому немножечко мне от этого знаете как и некомфортно что ли но погода да как-то действует какая-то появляется своего рода сонливость что ли я не знаю как это назвать в общем мне вот больше нравится когда все-таки такие прям морозы стоят зима так зима знаете как настоящая вот поэтому была еще какая-то вы знаете лень что ли своего рода что было даже неохота доехать до парикмахерской я прям до последнего это оттягивал и подстригся наконец-то и так настолько приятно удивлен во первых мне очень нравится как меня подстриг вот этот мастер у которого я первый раз вообще чисто случайно в этой парикмахерской побывал то есть просто вот попалась она мне по пути и я решил думаю дай-ка я туда зайду потому что ну реально прям куда-то ехать место привычное куда где я уже был мне не особо хотелось вы знаете прям настолько приятно удивлены что мне больше понравилось что мне даже не пришлось особенно знаете как бывает приходишь но я вообще в этом плане я знаю просто какие стрижки мне нужны я уже знаю представляю там да естественно представляю имею ввиду ну вижу как стрижет какого уровень мастер там технику стрижки и так далее я там да не парикмахер ничего я иди я естественно говорю лишь на основании своего опыта что я уже просто представляю как стригут какие техники там машинки ножницами когда делают и так далее уже глаз наметанные я в этом плане такой ну привередливый но в меру клиент просто еще раз в меру потому что просто я знаю что мне надо и и здесь мне даже не пришлось вы знаете как то вообще что-то лишнее там объяснять здесь покороче здесь по длине я просто сказал как вот я хочу мои пожелания и прям он меня так вообще подстриг я считаю классно абсолютно да то есть и сейчас у меня а вот именно я люблю такие такую стрижку если на мою длину волос когда в принципе не надо особо заморачиваться там с укладкой что вот голову помыл и в принципе вот прям форма то которая мне нравится который меня устраивает вот это мне прям очень понравилось потому что бывает так что подстрижешься все классно все красиво в салоне а потом голову вымышь и все да и уже никакой на голове прически нету то есть надо именно укладывать что-то там делать укладку и так далее я больше люблю когда это можно так вот просто быстро помыл голову и короче классно вот так что вот так вот сварил я кофе прям вкус этот действительно настолько он прям очень прям вот именно сам вкус нравится кофе выпивай вот именно выпиваю пару чашечек именно вареного кофе варю так себе да прям люблю люблю очень очень вкус прям оторваться действительно не могу слышите прям действительно классный очень вкусно вот так что вот так вот вы знаете почитал комментарии под видео с где я готовлю где я готовлю ребята слушайте я хочу во первых сказать спасибо за приятные комментарии мне очень приятно было прочитать но вместе с тем вы знаете обратил внимание на то что некоторые там пишут ну там не так что то овощи другой формы над порезать или еще что то я первых сразу хочу сказать знаете как это мое хобби это мое хобби я люблю готовить но как я люблю когда у меня есть настроение для этого то есть я не являюсь там профессиональным поваром и так далее я не говорю что у меня там кулинарный канал и все такое я готовлю исключительно могу по настроению то есть вот есть настроение есть какие-то любимые блюда которые я умею делать и для меня это знаете больше как хобби то есть хобби да я встал вот приготовил мне захотелось что-то вкусное и все такое поэтому не надо это воспринимать в том плане что какие-то там комментарии прям с указаниями знаете чуть ли не с указаниями как надо там правильно это или еще это добавить и так далее я готовлю по своему вкусу по своему рецепту как мне нравится а вкус у меня хороший и все кто пробовал как я готовлю блюдо да всем очень нравится поэтому в данном случае просто критика со стороны она неуместна и более того конечно каждый готовит так как он считает нужным поэтому если кто-то там привык еще добавлять какие-то ингредиенты там да я не знаю запекать как-то по-своему суп варить по-своему но это все очень и индивидуальные вещи я делаю как нравится мне поэтому неуместно это было вот так о чем я еще хотел поговорить я вообще вы знаете как такой опять же сейчас хочу сказать что период что как то ну какого то вы знаете не то чтобы за такого какого то прям затишье да ну как то вот я занят именно я еще раз говорю своими какими-то мыслями больше на личном плане у меня сейчас тишина и по свиданиям там не бегаю не в отношениях ничего да и собственно говоря вот именно почему то сейчас я еще раз говорю как то мне абсолютно не до этого что ли не до особо личной жизни но естественно я хочу устроить свою личную жизнь и она у меня устроится но для этого тоже надо иметь да надо иметь определенный настрой определенное настроение просто я опять же говорю у меня сейчас ну столько дел и настолько я сейчас вот занят совершенно каким-то интеллектуальным да вот трудом углублением своих знаний повышением своей квалификации что мне как то вот знаете как то думаю об этом сейчас на данный момент ну скоро весна скоро весна и тогда тогда посмотрим тогда посмотрим естественно конечно мне хочется тоже очень устроить свою личную жизнь посмотрим да все будет нормально просто я об этом сейчас как то не очень об этом думаю так что вот так вот такие вот дела ну прям кофе действительно обалденный не знаю я еще раз говорю какой то вот сейчас вот такой вот период прям вы знаете ничего никаких вот мыслей абсолютно что то вот ничего такого как то вот не происходит чтобы вы знаете да мне написали люди типа давай видео каждый день выкладывай все такое ребят ну я каждый день вы знаете как я хотел бы сказать что я вы знаете я люблю поговорить что то обсудить что то рассказать поделиться да своим настроением своими соображениями своими эмоциями ежедневные видео такой который больше бытовой контент я в данном случае хочу подчеркнуть что я никого не критикую у каждого блогера те кто снимают видео то люди сами для себя определяют контент и формат и как они снимают то в чем они органично себя чувствуют я прекрасно там да знаю есть блогер который снимает на ежедневной основе и знаете там ну такой простой формат там ежедневные видео какие то бытовые там я не знаю погулять пошли встали проснулись поели еще что-то для меня это ну не очень органично и мне это там не подходит но я прекрасно знаю есть снимают и пользуются успехом и люди смотрят и нравятся мне это не совсем близко и так же да там типа поесть я люблю поесть я люблю мукбанг и все такое во первых у меня на канале очень много мукбангов и вы знаете уже столько съедено что ли и столько разных рецептов что у меня есть конечно соображения по разным рецептам и я обязательно сниму да видео что касается вот если брать мукбанг у меня есть там определенные соображения что бы я бы хотел снять да что это должна быть за еда какое блюдо обязательно будет но знаете как есть прям вот тоже там знаете несколько раз на неделе мукбанг для меня это тоже ну как бы чересчур я не готов к такому вот поэтому вот сейчас просто у меня такой период что ну как бы ничего такого рассказать чем-то поделиться как-то в голову пока не приходит но со мной все в порядке все хорошо и как бы в любом случае это сейчас обязательно это я чашечку двигаю настроение такое мое именно для съемок придет в свою творческую такую вернется стезю и обязательно пообщаемся в любом случае новое видео на канале очень скоро и у меня уже есть кое-какие соображения для следующего видео и возможно я его может быть не знаю посмотрим ничего не буду сейчас обещать может быть чуть позже выложу люблю вас целую обнимаю скоро увидимся и не забывайте пожалуйста ставить лайки обнимаю обнимаю